Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Это происходило в Вифаре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающий на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что он сей есть Сын Божий». Прочитать дальше, что ли? Давайте, нет, на 3,4 остановимся, потому что здесь удивительный отрывок, в котором опять Иоанн, евангелист, мученик Божий, относит свидетельство о Господе к Иоанну Крестителю. И рассказывает, как Иоанн Креститель, доказывая, что Иисус выше его, а самого Иоанна в это время считают Христом, рассказывает, что он, во-первых, получил свидетельство или приказание от Бога, получается, потому что он сказал, что тот, кто послал меня крестить, значит, сказал, что на ком увидишь Духа. И он послушался и пошел крестить. И Иоанн свидетельствует, что он видит Духа над Иисусом. Причем здесь очень интересный отрывок, потому что мы чаще всего относим то, что Иоанн Креститель увидел Духа, сходящего на Христа при крещении Христа, когда Христос к нему пришел креститься. А здесь мы в отрывке видим, что Иоанн видит Духа, сходящего в виде глубины, в какое-то другое время. Он здесь-то в отрывке видит Иисуса издалека и говорит своим окружающим Его людям. Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. То есть Христос еще не покрещен в воде. Он еще не спустился в реку Иордан. Здесь мы видим отсыл Иоанна, евангелиста, к Богу Сыну, который был действительно прежде Иоанна. Иоанн родился по воле Божьей и был предвестником. Приходом прихода Господня, причем здесь абсолютно четко нужно понимать, что это предвещание шло в рамках закона, который был до Христа дан человечеству, ну и в частности дан евреям. И этот закон кто-то должен был выполнить. И Христос все делает. Он же сказал, я пришел не нарушить закон, я пришел его выполнить. И Христос до распятия все делает, чтобы выполнить этот закон. И поэтому крещение Иоаннова над Иисусом Христом – это выполнение заповедей самого же Христа, Бога Сына, воплоти человеческой, для того, чтобы человечество не осталось с долгами перед тем, как Он придет на Голгофу. Он ради нас не только распинается, Он ради нас еще и проживает вот эту жизнь до распятия, выполняя все, что требовалось человеку выполнить в этой жизни. Ну, кроме плодитесь и размножайтесь, которые мы помним, было Богом дано, как наказание за грехи нам. Вот и потом и кровью добывайте питание свое. Вот мы не знаем, как бы человек размножался, если бы не согревшившие Адам и Ева. Христос не рождает детей плотских от Себя, но зато рождает миллионы и миллионы людей, которые решили, как мы впереди с вами читали, сами стать Его детьми. То есть Он дает нам такую власть самим становиться Его детьми, если захотим. И таким образом Он выполняет полностью человеческое предназначение и закон. И к нему претензии при распятии уже у Лукавого, так будем говорить, не могло быть. Сам дал закон, сам выполнил и сам зашел на крест. Но здесь-то мы видим, что Иоанну было дано знание, что это тот Больший, который был прежде него и на котором действительно Дух. Здесь, кстати, вводится и понятие Духа. Некоторые спрашивают, почему о Духе мало сказано. Вначале действительно в прологе нет про Духа, но я считаю, что свет там применён ими, как уже относящиеся к Духу. Но здесь Иоанн свидетельствует напрямую, Иоанн Креститель, что он видел Духа. Ему было дано то, что и Дух с Сыном вместе здесь присутствует. И это для нас с вами, опять же, интересное свидетельство, потому что мы все как осознаём Христа, Бога-человека, Бога-человека, и действует Бога-человек, и действует Сын, воплотившийся в Иисусе, Сын Божий, Слово, воплотившийся в Иисусе. Но у нас есть понятие исхождение Духа Святаго от Отца, а не от Сына. Меня некоторые тут недавно спросили, ну кто-то меня тут недавно спросил, а как же так? Вот Дух не исходит от Сына, значит, Сын не равен Отцу. И это несправедливо по отношению к Духу, который от Отца исходит, а из Сына не исходит. У нас по канону нашему мы действительно так исповедаем, что Дух исходит от Отца, Сын рождается от Отца, но Дух не исходит от Сына. И на вопрос, который мне задали, не страдает ли, грубо говоря, от этого Дух Святой, что Он не отходит от Сына. А католики, кстати, они исповедают, что исходит от Сына. Я отвечаю так, слушайте, ну и Христос не рождается от Духа, Он рождается от Отца. Может быть, тогда Духу обидно, что Он ущербный, от Него не рождается Сын. Но я не думаю, что это так, поскольку Дух-то участвует во всём деле Сына, исходя от Отца, точно так же, как Свет участвует во всём деле тепла солнечного. Если бы было только тепло, ультрафиолит, как мы с вами знаем, тепло даёт, и, значит, растения им питаются, а не было Света, растения бы тоже не росли. То есть всё сотворённое по воле, по слову Отца Сыном обязательно освящается Духом. То есть и Дух в этом присутствует. И поэтому, когда мы с вами рассуждаем о Сыне, о Слове Божьем, воплотившемся в Иисусе и присутствующем вот на земле во время своей проповеди перед человеком, воплощённым, мы должны осознавать, что и Дух Святой в это время с Ним всегда был. И осуществляются чудеса, которые Господь делает, оживлений там, мертвых, ещё что-то. Оно осуществляется с помощью Духа Святого. Вот того в виде голубина, который на крестившегося Сына сходит, и, ну, по-видимому, не тогда, ещё раньше с Ним воссоединяется в действии. И поэтому и могут утверждать в какой-то степени, вот они в этом заблуждаются и говорят, ну, как же, Дух-то у Него был уже и раньше крещения, то есть Он уже какие-то чудеса совершал и раньше крещения, то есть там видел, ещё что-то, значит, из Него Дух исходит. Нет, Он с Ним присутствует. То есть ни один, ни одна ипостась присутствует в действии евангельских, а две. Ну и, конечно, всё под волей самого Бога. И здесь мы это и читаем. Я не знал Его, но для того пришёл крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. То есть говорит Иоанн, что я не знал Сына. Никто Бога не видел, мы читали перед этим раньше. Но глаз был Иоанну, иди и крести, для того, чтобы Он явился, и Он явлен. И свидетельствует Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нём. Не в нём, а на нём. Вот поэтому католики в яресть впадают, и все остальные в яресть впадают, кто считает, что в нём Дух был в Слове Божьем. Я не знал Его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нём, тот есть крестящий Духом Святым. Здесь меня эта фраза радует и маленечко так вот удивляет и восхищает, может быть, так, что Иоанну было дано, по-видимому, не один раз свидетельство, убедиться в том, что Иисус тот, кого Он считает Богом, поскольку и здесь Он дважды повторяет, что увидишь Духа, сходящего и Духа, пребывающего. То есть Он видел Иисуса и с пребывающим на нём Духом, и в крещении видел и сходящего Духа. То есть Ему дали возможность убедиться в том, что это тот самый дважды. Ну и ещё и голосом того, кто с неба сказали, что иди и крести, и ты будешь впереди Него. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Вот на этом заканчивается эта часть, где мы чётко видим свидетельство не только Иоанна, евангелиста, о том, что это Сын Божий, а Он ещё и берёт свидетельство Иоанна Крестителя, который тоже был убеждён, тем более Ему было засвидетельство о том, что Иисус – Сын Божий. Сын Божий – Бог Слова. И имя Ему Иисус – это человеческое имя, а имя Его – Божественное. Сын Божий – Бог Слова. Слава, Свет и множество-множество других имён, которые мы Сыну Божьему и Отцу, и Духу даём, потому что мы Духа тоже не только Дух Святой называем, но ещё и разными другими терминами, которые у нас с вами имеются. Оживотворяющий. Ну и так далее. Поэтому, дорогие мои, читайте Евангелие. Ещё раз повторяю, это лучшая молитва, которая сейчас нужна нам для сохранения нашей безопасности и нашего здоровья. Больше того, мне кажется, она главная молитва вообще для всей нашей жизни. Потому что, так сказать, сейчас читайте, а закончится карантин, вышли и забудьте, я не хотел бы. Я бы хотел, чтобы вы продолжали всё время чтение Евангелия, изучение Евангелия, чтение толкований на Евангелие святых отцов. Вам очень много откроется всего в жизни. Очень много. Потому что Евангелие как некий код, код открытия для нас с вами огромного потока знаний и отношений с Господом. Так что приходите завтра. Я опять постараюсь выложить вам очередное прочтение. И будем жить. Всё будет хорошо. Помоги всем Господь. Здоровья всем, радости. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok